Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, обзор самых интересных материалов Puzzle English за неделю и англоязычных мемов в придачу. Каждую неделю на Puzzle English выходят десятки разных упражнений для разных навыков английского языка. Вы, конечно, можете проходить их все, тратить на это сутки, недели, месяца, уволиться с работы, чтобы все успевать, забыть о том, как выглядят ваши родные и близкие, или открыть этот дайджест и узнать только самые интересные материалы из каждого раздела, или прочитать этот дайджест по ссылке внизу. Все материалы отобраны лайками наших самых старательных учеников и лично мной. Но начнем мы с популярных на Западе мемов. Есть такая настольная ролевая игра Dungeons & Dragons, подземелья и драконы. Если я не ошибаюсь, у нее любил играть Шелдон Купер из Теории Большого Взрыва. Игра довольно старая, выпущена аж в 70-х годах, и как-то так сложился стереотип, будто в нее играют только зануды и ботаники. По крайней мере, так точно считают редакторы шоу Saturday Night Live. Это такое вечернее юмористическое шоу, которое выходит на канале NBC уже лет сто, и американцы по-прежнему его смотрят. Недавно они выпустили скетч, где группа дизайнеров сражается за звание работника месяца, используя терминологию из игры. Это тот случай, когда шутка не понравилась вообще никому. Скетч раскритиковали, а поклонники игры Dungeons & Dragons стали выкладывать свои селфи с упоминанием NBC, как бы показывая, что они вовсе не выглядят как зануды и ботаники. Я играю в подземелье и драконы и чертовски горжусь этим. To be proud of something or someone. Гордиться чем-то или кем-то. Эй, NBC. Игроки в D&D не выглядят так лет 30, если вообще когда-то выглядели. Я была профессиональной моделью и играла в то время. Теперь я пишу настольные игры. Запоминаем if ever, если вообще и back then. В тот момент, в то время. Просто для справки, вот как выглядит игрок в подземелья и драконы. FYI, for your information. Сокращение, которое часто использовали в переписках по электронной почте, когда шеф пересылал подчиненному какое-нибудь письмо, в которое не хотел вникать сам. Вот как выглядят игроки в D&D. Я полуэльф-полумаг в моей группе D&D по субботам. Я определенно не подхожу под ваши стереотипы. Вы, скорее всего, уже знаете, что астрофизикам удалось получить первое фото черной дыры. Это историческое событие, которое, естественно, стало мемом во всем мире. И большая часть шуток посвящена тому, что качество изображения оставляет желать лучшего. Привыкли, понимаешь ли, со своими айфонами. Черная дыра. Я не отражаю свет. Вы в прямом смысле не можете сделать фото меня. Что-то разумное на камне все равно это делает. Найдено на Амазон? Доставлено. Реклама против реальности? Это большое открытие, но это достает после 204 раза за день. Ты видел фотку черной дыры? Я инженер-физик. Трейлер игры против самой игры. Самое первое фото черной дыры. И еще одна шуточка в коллекцию RTX ON от NVIDIA, которую мы уже когда-то здесь обозревали. Тоже хотите стоять у истоков великих открытий? Отправляйте свое резюме в NASA и убедите их, что именно вы им нужны. Единственное, что вам понадобится для этого, это хороший английский язык. И это есть у нас. Знаете, что общего между космосом и пазл-инглиш? Их бесконечные просторы еще не до конца изведаны. А еще и там, и там популярна солнечная система. Если на адженде босс попросил вас о САП получить акцепт на ивент по поводу новой фичи и поставил жесткий дедлайн, иначе бенефиту не быть, а вы ничего не поняли, то это нормально. Но ради бенефита все-таки стоит узнать, что все это значит в видео о Насте. Похоже на имя какой-то женщины, скорее всего, подумали вы. Например, адженда Петровна из соседнего подъезда. В это воскресенье весь мир будет нервно ерзать на своих диванах и креслах ровно одну минуту и сорок девять секунд. Именно столько длится заставка к сериалу «Игра престолов», трейлер к восьмому сезону которого стал самым популярным видеопазлом недели. Мне можно промотать, конечно. Урок о том, чего мы не рекомендуем делать ни на одном языке мира. О способах выразить свою неуверенность. Вы, конечно, посмотрите только в целях расширения кругозора. Если бы у нас был спецкурс английского для наших мам, он бы обязательно начинался с темы использования should. Задать риторический вопрос, выразить недоумение, упрекнуть, дать совет. Most common moms reactions. You should have told me that earlier. Тебе следовало сказать мне об этом раньше. Самый интересный подкаст недели о сборных английских домах. Как правительство Англии построило временное жилье, пообещав реновацию в ближайшем будущем. Но сейчас эти дома красуются себе как памятник культурного наследия. В диалогах покупаем или продаем, кому как больше нравится, благо формат диалогов позволяет. Билет в Эдинбург. Рекомендуем вам побыть сначала продавцом, потом покупателем, потом поменяться. И повторить. Дважды. Минимум. Если на ваше англоязычное резюме откликаются исключительно работодатели с вакансиями сосиски раздающей листовки, а вас это категорически не устраивает, научитесь отклонять их щедрое предложение в транслейте отказ от предложенной работы. Way и все способы его использования читайте в лёвике No Way. В плюшке можно узнать, почему Hyundai убивает и как это предотвратить. А в самом затерянном уголке нашего космического пространства в блоге целых 12 забавных слов об отношениях. А в тесте у нас оппозиция в виде прилагательных, которым нужно подобрать противоположное по значению слова и вписать его ручками в предназначенный для этого квадратик. На сегодня это всё. Приятно было провести с вами время. Упехов вам в изучении английского и не только. Я надеюсь, смогла до вас донести инфу, где можно учить язык эффективно. С днём космонавтики! Бай-бай!